Господа, очередная страховая компания сейчас обанкротится. Определим наиболее разумный шаг для этой компании. Развязать войну, обращение к Конгрессу, срочное суда, 1 миллиард 90 триллионов. Срочное суда! Да, самый разумный шаг, срочное суда. Помогаем страховым компаниям! Так, 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 ребятушки, всем привет, вы на канале Крипто Комманс, и биткоин у нас с вами пробил уже 26 тысяч 400 с чем-то. 26 тысяч 500 практически мы стучимся, друзья, это не может не радовать, это просто абсолютный разрывняк и крышеснос. Все, как мы с вами и ожидали, друзья. Сигналы отработали просто на 100% четко, ребята, всех поздравляю с профитом. А если вы зашли к нам впервые, сразу вваливайте лайк, подписку и колокольчик, чтобы не пропустить следующие уведомления. Итак, что же происходит сейчас, докуда мы летим и какие вообще варианты? Давайте подумаем, уберем все рисульки и посмотрим на это свежим глазком. Итак, ребята, биткоин на недельном таймфрейме показывает у нас с вами зеленую свечку Хайка Наши и зеленую точку на Сайфере. Что говорит нам о том, что это является продолжением аптренда. Посмотрите, опять же, как четко мы отбились с вами от уровня, от уровня золотого кармана 61.8 по FIBA, о котором мы говорили с вами в предыдущих видео. Вот, поэтому что тут можно сказать? Давайте подумаем, какие у нас могут быть следующие зоны потенциального сопротивления. Значит, по биткоину я вижу вот этот уровень предыдущего дна, это 29 тысяч. 29 тысяч долларов это реально ближайшее предыдущее сопротивление. Предыдущая поддержка, точнее, которая может отработать теперь в качестве сопротивления первого. Потому что, смотрите-ка, локальный Хайф 25 тысяч долларов мы уже пробили, друзья. Вот этот вот локальный Хайф мы уже пробили и это, конечно, очень сильно радует. То есть мы сейчас входим в зону повышенной турбулентности. Давайте так. Вот. Теперь хочу вам напомнить, что есть еще зона средних значений. Средних значений за все это время. Так вот, чтобы вы понимали, зона средних значений примерно где-то вот здесь. Между 30 и 45 тысячами долларов. О чем нам также с вами и намекает метрика от Into the Cryptoverse. Это общая трендовая капитализация всего крипторынка, по которой сейчас недооценка составляет 42%. То есть, грубо говоря, нам еще на 84% нужно запампиться только для того, чтобы вернуться к средним значениям, ребята. Соответственно, риск все еще очень-очень невысок. Посмотрите. 0.25, 0.27, 0.26, 0.22. То есть риск реально очень низкий, ребята. Вот. Риск 0.42. Это говорит нам о том, что мы находимся на ультра перепроданных значениях. Но оно и не удивительно. Вы видите, как много народу там сейчас не верят. Шортит. Говорит. А на чем рост? Грини. А что мы так полетели? А на самом деле все просто. Если вы подписаны на наш телеграм, то вы видели пост. Спокойной ночи, банки. Доброе утро, биткоин. Друзья. Крупнейшие банки. Citigroup. JP Morgan Chase. Bank of America. Посмотрите на их динамику. Они ведут себя так, как голимые щитки с Pancake Swap, о которой сливают. Но посмотрите на биткоин, ребята. Биткоин и золото сейчас показывают свою лебединую песню, друзья. Потому что биткоин, если вы помните, был придуман именно для этого. Биткоин был придуман именно как ключ к решению всей вот этой проблемы. Финансовой системы 20 века, которая построена на лжи и на печатном станке. Биткоин это не пузырь. Биткоин это иголка, которая протыкает сейчас пузырь финансовой системы 20 века. Это то, что мы с вами видим, ребята. Биткоин и золото to the moon. Вот что я думаю, ребята. Но, тем не менее, не будем впадать в эйфорию. Я думаю, что нужно фиксировать профиты. Друзья, вчера я об этом на стриме говорил. И, собственно, слова свои подтверждаю. Посмотрите-ка, давайте глянем на эфир. Эфир прямо сейчас пробивает свое сопротивление в районе 1800 долларов, как вы можете видеть. И следующее ближайшее сопротивление это 2000. Это вот этот вот августский хай, который у нас был. По идее, сейчас если его пробиваем, то мы со свистом летим к моим тейкам. Тейки у меня, как вы видите, я поставил по 1950, по 2150, по 2400, вот куда-то туда. Вот, в принципе, сейчас я вижу такой хороший профит. Уже почти 6 эфиров. Что, честно говоря, я бы закрыл прямо по рынку еще пятую часть своей позиции. Что я, собственно, и делаю. И вот забран профит, ребята. Это очень важно делать. Пускай лучше там доразгрузится остальная часть. Но зато, если вдруг сейчас все развернется, то, знаете, что, мы будем хотя бы, заберем часть прибыли. По рынку также закрывают часть битка. Это не значит, что я думаю, что сейчас будет разворот. Нет. Это просто будет локальная, возможно, будет локальная коррекция. Даже если ее не будет, я ничего не потеряю. Я лечу дальше наверх. У меня еще большая часть позиции открыта. Понимаете, да, друзья? Ну, ладно, альткоины пока не будем трогать. Это пускай касается только битка и эфира. Очень важно периодически так делать. Теперь смотрим за нашим любимым скринером TRDR, который выдает замечательные просто сигналы. Посмотрите, друзья. Вот мы от 61,8 отбились. Здесь же был сигнал на покупку, как вы можете видеть. Вот это желтое скопление ордеров. Вот здесь такие же были сигналы, обратите внимание. И вот здесь также на short был сигнал. Обратите внимание. Точнее, не совсем на short и на long. Ребят, надо понимать. Это не сигналы short и long. Это сигналы buy и sell. И они отрабатывают через время. То есть сначала начинается flat, как правило. Посмотрите. Это сигнал говорит о том, что здесь очень сильное скопление заявок на покупку, а здесь на продажу. И после этого, как правило, цена остается на этом уровне и откатывается. Да, конечно, иногда мы можем пойти еще выше или ниже и нарисовать еще один сигнал. Но буквально, ребята, 90% отработка реально охрененная. Сервис этот называется TRDR. Крутите вниз этого видео, не забывая поставить лайк. И находите ссылку на него в описании. Вот. Аналитики и графики TRDR. Стоит всего 300 баксов в год, чуваки. Ну, то есть как бы за один трейд отбивается реально. Настройка TRDR. Вот есть видео подробное, как его настроить. Тоже посмотрите в описании. Сейчас оно появится сверху. Значит, что мы видим? Да, сейчас будет, скорее всего, пробитие 30 тысяч. И там мы тоже не остановимся. Я думаю, что тысяча на 32 мы сходим в этом импульсе. Что лично буду делать я там? Я буду там разгружаться, друзья мои. Несмотря на то, что я чуть ли не самый большой криптобик, наверное, и верю в то, что биткоин будет стоить 100 миллионов долларов. И есть к тому объяснение, опять же, потому что я вам говорю, Сатоши гораздо более твердая единица, чем доллар. Я думаю, что это ежу понятно. Но, как показывает практика, нет. Ежу это непонятно. Так это и хорошо, потому что еж в итоге несет нам деньги через свои шарты. Вот. Точнее, не еж, а лось. Короче, я буду ждать подтверждающего сигнала здесь по TRDR в какой-то момент. Буду смотреть за дивергенциями, за другими сигналами, ребята. Поэтому обязательно проверьте, что вы подписаны на канал, что вы подписаны к нам в Telegram, чтобы не пропускать срочные уведомления. По поводу Femex, ребята, я веду эксперимент по разгону депозита в их новом кросс-маржинальном движке. И, как вы можете видеть, уже плюс 40%. Здесь была 1000 долларов изначальная. Я взял под нее второе плечо, взял долг под нее полторы. Ну, то есть, второе с половиной плечо. Накупил эфира и XRP. И уже, как вы можете видеть, общая сумма составляет 1400 без малого. Ну, точнее, общая сумма 3. Из них полторы долг. Соответственно, полторы уже практически это мои средства. Вот. Соответственно, таким образом можно не просто зарабатывать деньги, ребята, на кросс-марже. А что самое интересное, это просто идеальный способ для того, чтобы купить крипту дешево, если у вас нет денег. Ну, вот смотрите. Допустим, у вас есть всего 1000 долларов, да? А вы видите, что крипта упала вот здесь. То есть, нереально. И вы хотите ее купить больше, но у вас будут зарплаты там только в конце месяца. Вот еще для чего можно использовать маржин. Вы, принимая на себя, конечно же, все риски, идете, занимаете у биржи USDT. Смотрите, я могу вот сейчас еще под свое обеспечение занять у биржи еще почти 4000 USDT. Понимаете? Вот, 3900. Вот я могу сейчас занять еще 1000, например, и купить той крипты, которая мне не достает. А потом, когда я получу зарплату в конце месяца, я просто иду обратно в эту вкладку, в Repay, и возвращаю бирже долг. Возвращаю бирже долг. Вот, я сейчас могу 0,7 доллара вернуть. И все, вуаля. Получается, что я купил крипту в долг по хорошим ценам, одолжив ни у Тинькова, ни у кого, ни у бабушки, ни у друга своего, там, который сможет стать врагом после этого, а у биржи. У биржи одолжил денег. И бирже вы не сможете остаться в долгу. В том-то и прикол, что если позиция пойдет против вас, то вас просто смоет, как бы. Но во втором плече, чтобы вас смыло, нужно 50%, чтобы рынок упал, как бы это крайне редкий случай. Это надо быть просто таким счастливчиком и везунчиком, в кавычках, что постараться еще. В общем, ребята, вот такие сегодня мысли. Да, кстати, по поводу Femix. Там сейчас еще идут дополнительные награды за то, что вы торгуете на этом кросс-марджине. Поэтому ознакомьтесь обязательно. Более подробная информация у нас в Телеграме. Вот такие вот призы и награды. Ссылку на биржу Femix в описании, так же, как и форму, которую нужно заполнить, чтобы получить призы за торговлю. Всем большое спасибо за просмотр этого видео, друзья. С вами был Гриня, всем профитролей и до следующей встречи. Пока.